ТРАССА 101 Приветствую в эфир ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти С начала этого года поддержанные автомобили в России подорожали в среднем почти на 20% А если сравнивать апрель 2022 со вторым месяцем весны 2021 То рост составил более 70% информирует агентство Автостад Сейчас средняя стоимость легковушки с пробегом находится на уровне 1 250 000 рублей Четыре месяца назад она была чуть больше 1 миллиона Наибольшей популярностью на вторичном рынке традиционно пользуется Лада В тройку лидеров входят также Тойота и Хёнде Далее идут Киа и Ниссан ТРАССА 101 ГИБДД напомнила порядок действий при покупке автомобиля с пробегом В первую очередь следует воспользоваться бесплатными сервисами на сайте госавтоинспекции Которые позволяют по ВИН-коду машины проверить историю ее регистрации Участие в ДТП, нахождение в розыске, наличие ограничений Договор купли-продажи транспортного средства составляется в трех экземплярах По одному остаются у продавца, покупателя и в ГИБДД На постановку на учет авто с законом отводится 10 дней Если на нем установлены регистрационные знаки с кодом другого региона, то придется получать свои Наконец, для машин старше четырех лет потребуется пройти ТО В интернете гуляет информация о том, как можно приобрести новый Toyota Land Cruiser 300, сэкономив несколько миллионов рублей Фокус в том, чтобы заказать внедорожник не у официального дилера в России, а через арабские страны В этом случае придется заплатить за доставку, но это якобы все равно намного выгоднее Еще один нюанс заключается в том, что арабские крузаки отличаются от наших в плане опций Там, к примеру, отсутствует обогрев лобового стекла Официальный начальный ценник Land Cruiser 300 сейчас 7 миллионов 278 тысяч рублей Трасса 101 В начале осени этого года в России начнутся продажи электрического грузовичка китайского бренда Wolf О стоимости модели под названием FC-25 пока не говорится Объем кузова машины 4,5 кубометра, грузоподъемность 800 килограммов Заряжается электрокар от обычной розетки Для стопроцентного результата необходим около пяти часов Запас хода 200 километров В настоящее время новинка проходит сертификацию Трасса 101 Очередной шедевр из Туркмении Женщинам в Ашхабаде запретили располагаться на переднем пассажирском сидении автомобилей Сидеть можно только сзади и не более двух человек Табу распространяется и на личные машины, и на такси Штраф отсутствует Полицейские пока только просят дам переместиться Что касается женщин, водителей, то в бывшей союзной республике Выживать их из-за руля начали еще в 2017 году Выдавать новые права и продлевать старые им перестали На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok